во имя отца и сына и святаго духа аминь евангелие от марка 16 глава 15 стих и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари я вчера об этом говорил на этот стих я уже несколько проповедей говорил а говорят а сколько их ну если была возможность так примерно бы полторы тысячи в этом все заключается последние слова христа за которыми ничего уже нету практически закрыта библия а вот теперь давайте посмотрим что такое проповедовать идите проповедуйте сегодня остановлюсь на теме дорога откуда куда идти что взять с собой эти вопросы это в этом заключаются где-то и похожи мы на это или нет расслышали этот голос прощальный я бы еще закладываю тут закладок бывает до 20 а сегодня только две закладки настолько важно настолько это много а кому господь сказал апостолам надо мы какое-то то есть апостолам апостолы говорили научи нас молиться очень а что касается апостолов или к нам идет ну любое что говорил должен все шло к апостолам только когда начнешь говорить это сказано было когда-то кому-то поэтому на рассуждение чисто узкого сектантского мышления мы должны смотреть что это сказано всем и святые апостолы так и разъясняли ян златоуст говорит если вы не понесете слышанное здесь я ничего один не успею когда придешь домой не спеши за стол садиться жена все уже приготовила тебе поделись а со слугами имеется ведущий человек рабовладельщинский строй был расскажи им и чтобы жена своим рассказала где-то библия об этом говорит чтобы мы не просто услышали а запомнили поэтому сделай надписи где на косяках на перекладине особо здесь такие коробочки даже сегодня так интересно на лбу как будто бы очки не очки а там места писания которые любит человек как обдумано это все было сейчас человек что угодно на себе рисует там заключение везде и всюду и для всех вот скажи ты это слышала раньше как ты предпредел а это у меня не было телефона но перед тем как начинать занятия я как зарендовал можно сказать у одних телефон приходил и целый день сидел чтобы они не звонили и звонили вообще звонил я во все техникуме университета он был тогда один университет институты в органы власти не запрещалось тогда и всех фактически остался один человек которые пришли сначала хлынули и отошли а почему слово боже говорит исследования идут в агт у где вели занятия пять лет шло расследование или как сказать опыт оказалось на триста человек триста которые говорят я христианин я верующий что-то знает ходит и прищищается только один это ноль целых три десятых процента и от тех миллионов христиан которых сегодня нам ничего не знают это и других религиях точно так же почему в основе не поставлено но кто-то все-таки свидетели его так называемая когда правильно назвать свидетели сторожовой башни у них это на первом месте звонят кто бабушка 24 года инвалид все на работу она внучку за руки пошла и мы познакомились когда сколько людей уже она привела к себе туда ну по-нашему собратила но она минуты не держится как внущенок одет привык привык играть там шашки сосед приходит что ему должна давать их отвалил никто не ходит ох и нехороший у меня дед ребенок перестал слушать она заботится у них прямо показано каждый кто ходит к ним которых уже приняли а у них звание там и генерал там все это такое должен посетить в течение месяца не менее 15 квартир а если ты приспитер как у нас батюшка не менее 45 а если епископ а наоборот зажатый не еще подобно 70 посещений должен сделать где-то на домах неизвестным людям везде и всюду то есть все замирает но где-то кто-то остается теплится и мы можем сказать да какой они пример дают пример хождения они расслышали выступает нынешний патриарх кирилл тогда он был еще метрополит сохранилась эта проповедь и он говорит не сидите на месте идите миссия это движение на работе где договоритесь во время когда отдых перекур там делать включить трацию там что-то евангелие нанесите это говорит как будто бы евангелист какой-то сейчас ничего этого не встречаю но эти слова теперь до основы мы можем взять пример 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 обязательно вот наша община ну какая она тут совсем сегодня тут 15 человек не наберется из непогоды и только подходишь уже написано идите по всему миру евангелие сегодня на земле примерный расклад такой в прошлом году 25 ноября юнеско объявили официально ровно 8 миллиардов когда объявляли уже было больше из них 4 миль 2 миллиарда 450 от миллионов христиане почти два миллиарда почти два это один миллиард девятьсот там 80 мусульмане у них библии нет у них другая книга называется коран вот в этом коране они разбиты главы это суры стихи аяты я изучал чтобы с ними беседовать а потом понял они такие же как мы православные считать может только на арабском языке передо мной прошло в прошлом году в интернете вот эти 2600 мусульман и ни один не считал эту книгу они не знают где а показывают я говорю можешь показать книга стоит на арабском языке а кто знает никто у нас церковнославянский мы очень близки друг другу у нас хоть немного знаю там аллилуйя где-то у них вообще нет ничего это вообще не может прочитать ничего а я у них нащупал один стих я говорю там про нас сказано 5 сура легко запомни 5 сура 68 аят и вот нашелся в прошлом году сидите там сколько тысяч человек один и перевод дается чтобы это знать я в москве пошел в йеменское посольство ну и нагрузили меня кто перевод сделал кулеев эдвард перевод один из самых лучших и вот определенно там говорится всевышний дал нам людям писания это люди писания мы это высокая оценка у нас писания то вообще в руках нету людям писания таурет в скобочках дается тора это пять первых книг бытие исход левит числа второзакония всевышний дал и дальше и дал и жил в скобках евангелия больше мне ничего не надо я теперь так туда им показываю а вы не знаете а я в первом евангелии проповедую у нас уже и мусульмане принимали крещение и жил и там дальше написано у вас есть закон живите по нему но не нарушайте его дескать на крючок не будете нажимать без евангелия мы не видим чтобы господь позволял убивать друг друга а наоборот враг голоден накормить напой ну ладно я не пщу я могу это сделать но любите врагов написано это так высоко планка падет что даже не шевелишься это подумаешь как же его любить когда он столько натворил а вот любить надо и вот мы здесь сейчас посмотрим все второе место откроем деяние апостола по наглобам и медленно начнем считать я не случайно это говорю у вас что-то будет я вел однажды радиопрограмма еженедельно радио роса было полчаса были мои я свидетельствовал людям о боге но власть церковная была против я говорил о крещении что делать неправильно и надо крестить учить человека верой во во христа и поэтому а у них была власть они там на директора этого директор илья николаевич как будто отец одного человека но люди ждут и передачи нет и что я сказали а у лапкина проповеди кончились а перед этим только спросил у вас сколько проповедей еще готовка 123 полностью готов я не смотрю не знаю я просто помню где-то то есть обманули я говорю каждого обманули людей проходит несколько дней директор сразу смели убрали нельзя этого делать не прикасайся если говорит даже какой-то еретик сектант и считает слово божие но один раз если конечно не сегодняшняя температура с ними головной убор как исаак нить он делал великий бог вещает мне и сегодня он с нами разговаривает и дети по всему миру куда ты сходил на вы как сходили я должен дать о себе павел пришел дальше и говорит вот так и так и так было с нами там то где то был мы точно так же начинали я услышал обмангелет они у православных в 23 года только первый раз пятидесятники и слово божие вошло в меня через полчаса полностью и уже на утро весь не кора ни один капитан и не один корабль а караван которым относилась балтика все узнали лапкин сошел с ума такая перспектива учиться высшем учебном заведении уже учился такие был бы капитан дальнего плавания я понял все это мекина это не зерно истинное зерно здесь тут карикатуру на меня стали у них рисовать а потом вызвали сказали так ясное дело что вы скоро кончите вас отправят а наш корабль это территория нашего государства и что-то не залазится вы что богу будете молиться я ответил пришлось забрать документы подумали что в адресского училища иду я подробно говорю а теперь когда мы узнали кому говорить родным брат обращается стал священником вы его знаете у меня сестры есть практически против никто не восстал как уж там господь и братьям и отцу умер по христианский мать это самые ближние дальше в соседние селу пошли и как-то с матерью пошел я первое было первое миссионерское путешествие а почему потому что были старые обрядцы беспоповцы киржаки и она говорит я должна услышать она загадки делала мать чтобы узнать прав я или нет пчел держали 25 улей называется колодки и каждому ну и одну колодку она загадала мне ничего не сказала колодку сделает сынок я взял ну какой я плотник ты ну такой грубая но плотная она поставила рамки самый маленький такой семью поставила там и говорит вот если пчелы примьются значит я прав проходит неделя даже она открывает мед ищет все рамки переполнены медом она ничего не сказала перекачала мед этот снова поставила опять проходят опять она газа дойдем к тем старикам которым как бы подчиняемся ну и пришли а их нету как раз какой-то праздник был но они знают из чужой кружки пить нельзя и пить идут со своими кружками а там уже хоть за ноги выноси и когда шли обратно и я запел а богин какой певец ты и мать первый раз склонилась это надо пережить это увидеть как а дальше уже от матери другие стали слышать где она бывает я говорю апостол панка в домах шел не скрывай этого это благодать божия не моего там ничего нету благодать а дальше мы стали здесь ходить по квартирам вы знаете поскольку мы где не обходили минимум 400 квартир материалы какие стал издавать где алтайский государственный университет у них газета 999 тысячи нету а вкладыш не не регламента не было я 25 тысяч заказываю деньги сразу отдаю ему главному редактору там и он стал ходить церковь и не просто стал ходить а редактором местной алтайской миссии в метрополии это бог делает так поэтому мы ходили и людям что-то давали уже 14 тем крещение покаяние церковная дисциплина а посте молитвы мы давали теперь книги крестному православию все я делюсь опытом нигде этого нету не делал то что вы ходите как а ходят а больше то сидите любого люди не хотят открывать дверь пошли отсюда да вы православные дверь открыли православные где же мы были заели каждый день ходят вот куда теперь православные бросились на я в университете виду занятия любыми путями отбить людей чтобы они не ходили на занятия а я стою скаппер и говорю выходите на исповедуйте и прочее она думала и сказала это я хожу на занятия вот какой-то человек бочку не вздумай ходить потом я вижу стоит человек в один дом мы обошли а девочки на площадке игровой дайте я скажу подошел знакомый а почему не ходите но вы же сказали в храм ходить а батюшки сказал он сказал вам не ходить уже туда теперь я сижу не храм нигде не хожу как будут священник отвечать не знаю до единого всем всегда говорили ходите в храмы храмы московской патриархии и практически ни одного священника не нашлось который поддержал бы всякую гадость говорили что я сбежал там с хористкой куда-то и тут же у меня встретился у меня дома сидит и обедает протеерей ничего нельзя сделать было почему они не ходят а я подходил к разным людям около покровского собора машину капот гляжу подняли опустили что-то разложили и есть начинает а мне нужно для лагеря шифер сорвала буря я подошел и говорю вы не могли бы помочь а ты знаешь с кем разговариваешь нет мы разбойники мы грабим на дорогах кому подошел тем более вам надо об этом подумать они посмотрели на меня и помогли то есть господь опыт дает я лагеря навешиваю везде объявления местной епархии тогда был епископ посылает сорвать и я не могут крупно пишут фломастером ересь и наконец господь сделал так что такой митрополит который как отец родной и приезжает было два раза власти каждый год он приезжает со своими там семинаристами хористами это бог делает так и у нас везде надписи и в одном месте написано такое ты оставил меня я господь говорит накажу тебя я устал миловать он сразу подошел это тогда был епископом серьги и ванников а это откуда взято это настолько это интересно писать епископ идет считать надписи до этого был епископ другой дмитриев максим да это был москвич антоний никто даже внимание не обратит они приходили кто у нас служили а тот подошел от солнца высветило так что и два видно вчера мне свет этот ударил сказал закройте что прямо прямо глаза ничего не вязать вот где это написано пятнадцать там шесть у пророка иеремии там он посмотрел да а теперь теперь как будто мы друг друга знаем с детских лет ему даже ну нельзя скрыться его любовь прям истощает он здесь у нас служил я говорю о владыке то есть а дальше а дальше он своим говорит вы не идете ничего не делать а наш человек знакомый близкий стоит у дверей ну потому что там как бы с работой связано и он и говорит тут называют меня по имени фамилии вот они ходят раздают евангель почему никто не идет вы достаетесь что вас никого в храме не будет лишь куда принеслось а теперь пошла теперь владыка так и теперь секретарь приезжает но и другие в летном училище его занятия обратился то дьяков на их который был один тут ушел авиатор потом мы начали районы охватывать районные центры всего хватили тут 48 кажется тогда было сейчас не знаю а а потом мы раскинули карту вы там на карте стоите и решили ехать до илькутска батюшка посмотрел безумие то помаду только слово было знаешь что в своей машине а как машину покупать какую сколько пока игорь глушков не сказал берите газель это самое хорошее во первых ведущие все и потом 7 человек и почти тонну везет вот это как бог видя желание я говорю путь какой нашим так никто не делает по другому шли и теперь мы объявили вот сестра сидит здесь сказали найдите у кого есть евангелие и нам показали на иркутск на то кукушкина и мы туда там поехали а это какая-то секта там не новая жизнь еще какой то есть и вот как бог их делает почему молитва везде идет я говорю в присутствии моего господа он уже даже будто нас ждет откуда будет из барнаула ягра сколько у вас евангелие можете дать а вам сколько надо сколько но надо разуметь ну количество а тут кажется на вес идет дело тоже но я сказал сколько там коробок хотя бы 15 все хорошо идем она на пол этажа внутри там ниже а теперь идем он обернулся назад вот так стоит я говорю так пойдем я впервые жизни вижу живого пророка я голову закрутил а где вы видите его он оказывается сюда направлено да какой же пророк я только немного сказал ему а их вот так зашел а там склады такие хоть все забирайте вот когда зазомбировали а вечером и пришли а он как присвитер у них жена кажется девятым ребенком беременна и он мы втроем были и он при за столом садимся он крестится и прислуживает нам как этот авраам прислужил когда увидел то а то вообще нельзя высказать я делюсь господом ты шаг делаешь а господь уже впереди посылает который все дело там моего ничего нету одно большое слово благодать у меня где-то есть ролик без пяти бы никогда не спастись а что такое бог библия благодать благословение будущее моя наработка спрашивать что такое совесть я даже сказал теперь в интернете везде совесть это тот участок души через который слышится голос божий в этом все заключено дальше мы вернулись живые дальше путь идет и те районы в каждую область такие по районам сколько идем мы придашим поехать должны чем-то что на столе лежит 38 томов книг это заранее господь позволил ну где это даже не мысль я не писатель не поэт бог все дает да я не могу я заикаюсь там моисей говорит а у тебя брат есть а рон и вот здесь та же самая история мы везде во всех библиотеках составляли полный комплект по сегодняшним деньгам это 50 почти 2000 дальше начнется отсчет мы дошли до владивостока идем в порт находка ну что настроя два проповедника шофер вот такая шофер с этим мы в день проходили одна тысяча триста километров с нами были здесь люди менялись которые шоферами были дошли там в море как говорится в океане побыли теперь идем домой направили в эту сторону до конца пробрали до самой границы и все области там краснодар там ставрополе все откуда президент был и мы книги подарил что передали бог знает как а потом потом стали контейнеры по 5 тонн закидывать границы это шахты город и калуга оформили зарубежные паспорта и прошли все государства европы турция греция закончили португалии вернулись сюда там беспокойство какое было теперь только все это открывается масоны заинтересовались у меня открывается на англию великобритания бросили все силы чтобы не пускать и что интересно один человек нам ездил молодежь алтая такая газета и он там корреспондентом несколько раз был потерять и очень хорошие статьи написаны написаны до слова божия нет устам они и александр тихонович даже амель это он стоит и на вокзале такой печально по на перроне я говорю саша что да что мне заказ поступил радиостанция свобода против вас что написал я вот тут уже сколько не видимо заплатили хорошо даром там не делается я вот на вторую неделю еще не могу против нам набрать а он видел только хорошее принимали пили ели вместе но они-то там еще не не знают они видят что это действительно настоящий корреспондент он может написать а он еще не мог написать и вдруг он исчезает его нигде нету и шутки очень плохие поэтому если сразу ты сказал так они смотрят по-другому когда с властителями говорил ну попутно скажу в тюрьме я стал писать что помнил а у меня евангелие дали новый завет и когда выходит на прогулку я никакая щель там все-таки туда десять написал примерно уже 6 у начальника на столе лежат пока вернулся сразу вызывают это ваша рука писала моя вас посадили за это вы продолжаете опять здесь же заниматься этим меня за это не садили но тут стихотворение говорите христос воскрес ну это конца но пойдет кпсс дальше вы говорите да вы сгниете здесь никуда я люблю библия написано он мгновенно переменился подполковник ну если библия написано так и будет ну мы знаем теперь слава кпсс ушла и нигде надписи нету я говорю как бог делает моё а ничего нету а теперь начинается я свидетельство один кается другой нас отсаживает отдельно в другие камеры пониже туда где-то человек раскаивается первое что я прошу его вызвать прокурора по надзору и рассказать ему что вы дали я уже узнал его дали ложные показания признайтесь во всем дать до меня не выпустить никогда вот это не годится это платежка это временное все равно ты умрешь ну иди володя скажи им это вызвали он начал говорить ему грозило 7 лет примерно аппаратурный завод какой-то там соседнем где-то городе как у нас и он развозил аппаратуру эту цену это и начальнику кгб отвозил а я не скажу так они мне как чем более не такие не за тебя заступиться но я нет поехали к нему доказывать а он в машине его взяли с собой оттуда выходят а уже машины нет жену оттуда выставили машину забрали а теперь друг друга не перепродают это я уже говорю что знаю и дальше начинается работа этап на этапе бог находит самое трудное жаловаться некому с тобой что угодно но я благодарен богу на моем деле какой-то знак стоял арестовали по станции мгб московка тгб и там знак был когда начали буквально убивать избиение меня сразу подходит старше идите в красный уголок там газетки посчитайте чтобы еще не видел где-то меня пальцами тронули а с каким-то разговариваю утром стало нет уже на уровне головы кровью все залито было допросы идут и ко мне пальцами прикоснулись вот когда просто поверьте тогда когда будете приготовьте к этому уже вот с одного города везут другой а так не везут что допустим из москвы из туда нет из барнаула только на новосибирск опять это конвой возвращается и а теперь новосибирске в тюрьму тебя и теперь до куда до урала до урала там тоже тебя скинули златоусте где-то я не вернулись назад а тебя заберет следующий этап и вот по этапам так идет у меня пять тюрем оказались я обстановку эту хорошо знаю где и когда ты едешь там молчок ничего не скажешь вот представь себе рядом женщины там набита где-то мужчины набиты как даже сидеть то негде женщин поменьше а мне отдельно со мной чтобы никого не было ну я один а женщины кричат батюшка нам хотелось бы молитву получить а я знаю правило которое для конвоя параграф такой-то подошел который ходит а ходит одним все время а тут решетки а тут коридор и окна с решетками а почему не отвечаете и женщинам я говорю устав вас запрещает это делать параграф такой-то о чем не знаю да но я разрешаю него скажите что бумагу дали ручку теперь я пишу теперь свидетельствует батюшка ну скажите ему женщин я он идет мимо я сказал если можно сделать у нас не положено я один час ну ладно сделаю поймать и мы в дороге и как господь уже сердца людей располагает я день беру это когда благе привезли там сколько людей обратилась доктор богословия павел бочков пишет сейчас говорит по-разному относятся ко мне но тысячи горит людей которые пришли православия куда вы денете и это все напечатано в местном журнале покров алтайской миссии там журнал другой идет я не считал тысячи но я знаю что семя павшая на земле хотя бы четвертая часть даст какие-то плоды еще раз прочитай и потом выше начнем 15-30 начни отсюда в этой же главе это рядом марка евангелие от марка 15 глава 15 глава с 30 стиха перед тем как идите проповедуйте что было какие события были почему ничего про это не говорит христос спаси себя самого и сойдись со креста так 30 стих у тебя марка показал не все правильно вот отсюда так а чего такое евангелие от марка 15-30 это дальше тут у вас 16 9 написано а вот отсюда надо с 1 сюда начни читать внимательно 16 глава марка с 12 стиха после всего явился виновом образе двум из них на дороге когда они шли в селение и те возвратившись возвестили прочим но и им не поверили наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал за неверие и жестокосердие что видевшим его воскресшего не поверили жестокосердие ходили три года так что готовься дальше и сказал идите по всему миру проповедовать евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать и осужден сейчас посмотрим давай-ка открывай на тут так и было 16 9 я просто не прочитал деяние апостола посмотри деяние апостола 16 глава придется главу прочитать 16 там кажется подожди к 15 30 вот это что это влияние 15 30 слепой совсем и так отправленные пришли в антиохию и собрав людей вручили письма письмо на карте возник посмотри где они были когда мы в греции уехали то салунь а то фессалоники а там горы холмами я мысленно так представляем а там видна как тропинка и тут павел шел с кем-то в осел был или не был там с ними фессалоники дальше 15 30 и дальше они же прочитав возрадовались осем наставлений вот вытках надо говорить это даже радость приносить что победа над дьяволом везде и всюду дьявол особенно летует против проповеди вот следователь прямо говорит у меня бабушка ходит в церковь никто ее не трогает вам зачем это нужно сиди и молчи а вот сиди и молчи мы узнаем кто больше всего желает что сидели и молчали и не просто молчали а придумает целая организация потом по всему миру то сеть пойдет который будет день и ночью добить и не где-то из церкви чтобы сидели молчали большие возникнут стены мандра оденут особую одежду людей самых сильных туда будут набирать и они будут уходить в песок не давая потомство вот что это будет читаем дальше иуда и сила будучи также пророками обильным словом пропадали наставление братьям и утвердили их дальше пропыл уже там некоторое время они с миром отпущены были братьями к апостолам но силе рассудилась остаться там а иуда возвратился в иерусалим непрерывное движение идет сейчас мы послушаем павел же и варнава жили в антиохии уча и благовествуя вместе с другими многими слово господне слово божье растет вот мы не проповедовали почти два миллиарда мусульман это могли быть православными вот они дошли туркмены узбеки таджики казахстан киргизии они до туда дошли а ведь это их основатель религии умер 632 году от рождества христовом шесть столетий брали налоги из тех людей которые были и ни одного кирилла меподия не породили это даже вообразить невозможно это были люди ходили тебя никто не за вот здесь то меня вызывали когда с непрерывным то вы знаете что есть канон такой запрещающий мирянину проповедовать я говорю я знаю а почему вы знаете книги правил выброшенные там в книге правил должны быть отдельно правила павла это правило петра и павла почему выбросили а когда выбросили от никона реформа а у староградцев они сохранились если мирянин прямо написано и обладает этим талантом и чем нас меняется да идет и проповедуют почему вы не говорите а он даже не знают даже епископы не знают печатают по новому списку а я работал с тем который предпатриархи иосипи был дальше те пошли узнали новинка и опять говорят когда их тихий уснул и вывалился то дальше по некотором времени павел сказал варнаве пойдем опять посетим братьев наших во всем городам ну какой епископ когда встретиться ну как дела а что имеется ввиду доход это церковный бизнес все под деньги поставлю за молитву молитва самой настоящей симонии за крещение это патриарх россии 2 ридигер говорил подумать страшно прямо берут деньги за вещание за другие это симония симония церковные ведомости опубликовали а я местному епископу подал а я говорю ваша это если же на пища мимо прошло уберите торговую точку не ждите когда христос придет если бы он пришел в выкил вот это все я когда начинал говорить церковной граде не должно быть был один точек в этой покровском соборе а сейчас их три отдельно и тому же стоит за ней да и здесь да и вот рядом никольский собор пойдешь на одной стороне то сейчас делали на это они за нами внимательно следят я даже зашел вижу мужчина стоит шапки папироса дымится и собакой храм собака я потихоньку его я не вижу что за мной наблюдают я я говорю это храм боже тут нельзя патрица папиросу потушил и с собакой нельзя я привяжу там где-то и в шапке нельзя я в это время в церковной службе подбежал вы о чем говорите уже меня там на паперте на крыце я иди к своим баптистам там учи тут без себя разберутся не в возрасте я что-то помешал вам то есть тут силы из преисподней чтобы не дать людям узнать ну ваша храм здесь я тут и не хожу совсем ну ладно ли что дымится папироса в руках они просто я не потушил собакой в шапке ну три условия которые не позволяют ему здесь быть это то что я однажды сказал потом конечно туда никогда не пойду дальше в которых мы проповедовали слово господне как они живут варнау хотел взять с собой и она называемым марком но павел полагал не брать отставшуюся от них памфилии пятое условия быть лидером где-то беспощадность в том что если один раз бросил другой раз не доверяю завтра поднимется и сзади уколет но павлу мне скажем да возьми у тебя есть дядя сварна войди а он взял силу об этом говорит блаженна фефилак и хорошо что так было в двух местах такие гиганты в одном месте были дальше и не шедшего с ними на дело на которой они были посланы посланы идите это послание не просто так посланы и дальше теперь теперь начинаем читать голову потерпите пожалуйста теперь мы увидим как вопрос стоит каким путем идти как узнавать где тебя ждут ждут где-то и это открывает только господь сразу открывает не сразу здесь говорится когда не сразу что надо делать 16 главу а это уже не да ну досчитывай я не вижу что тут не дошло отсюда произошло огорчение так что они разлучились друг с другом и варнава взяв марка отплыл в кипр это племянник а павел избрав себе силу отправился быв поручен братьями благодати божией и проходил серию и килики утверждая церкви вот карты теперь проведите карты сейчас добавляют путешествие павла почему не путешествие петра не фомы не симона зелот который был ну и 12 апостолов было я говорю 12 больше нигде ни одной карты нету а его никто не заставлял он пришел позже всех подкачат здесь такой андрей ткащов священник и он бежал с украины потому что там гей парада начались а он восстал ну ему сразу и очень семья видимо бежал сюда ну это больше никто так он сейчас на первом месте стать я посчитал сколько у него проповедей но то уже давненько было почти 500 проповедей его искали искали от нас посланники что мои книги подарить кое-как он как-то то ли скрывается или еще подарили и показывает он интервью дает его библиотека и потом в нашей книге он остановился кто снимает и на них показывает я сначала подумал что мы не сойдемся с ним нигде он не трогать ничего буквально темы нет такой ну так дело когда началось что дышать нельзя там заражаться он из лотаря выходит противогаз надетый с противогазом вот смотрите вот такой то такой то там святой вот его мощи посмотрите полгорода собралось а воскресенья никого нет придет же пророк или он подвинчивает вам головы это я водославно говорю андрей ткачок он самый популярный сейчас здесь москотка патриархии и дальше день 16 глава дошел он до деревья и листры и вот там был некоторый ученик имени тимофей которого мать была иудеянка уверовавшая а отец елен за партийно вышла замуж девушкой и что с этого получилось ясно дело что она неправильно сделала но оказывается у него бабушка верующая и вот теперь эта бабушка вошла в историю и они учили его но обрезать отец сказал какой-то бывает коммунист он говорил не крестить иногда вызывали на дому как-то но здесь они нет и он его обрезал потому что вы евреи будем там проверить его паспорт покажи они обрезаны павел обрезал ну и сам может быть дальше и о котором свидетельствовали братья находившиеся в листре и иконе что они могли говорить не говорится ну конечно характер такой конечно он там не наркоман никто поновит по сегодняшнему сказать слушается родителей и конечно на сторону матери он и с отцом в нем отношения мы можем догадываться что-то и братья сказали у нас юноша один есть тимофей познакомься с ним и мы знаем два послания в библии будет ему считаем самый ближайший соратник его пожелал павел взять с собою и взяв обрезал ради иудеев находившихся в тех местах а сидел бы на месте павел ты в иерусалиме все и он стремился скорее как за того сговорит как об облетал как орел над вселенной и паруса его дух святой наполнял еще дальше ибо все знали об отце его что он был елен грек проходя же по городам они предавали предавали верным соблюдать определение определение по нашему сказать сегодня не было шел не надо было с тобой не креста это даже и об этом речи не шло никакой может быть там крест был нику не антименцев не а кто их а не триоди ничего этого не было там появится намного позже поэтому он не отягчен был клажей какая там что-то было но главное с собой было слово божье когда нас спрашивает ну вот выходите что прочнее наше конечно а как так ну допустим мы где-то явились тут пример такой а люди есть не еще мы накормили один раз и пошли или мы пришли накормили и далее на сто лет вперед всего и муки и масла и всего что лучше а мы идем когда мы евангелие дарим книги дарим где мы бываем библии дарим тут и сравнивать еще узнали что там немцы немецком у нас немецкие новая завета английский у нас английский из нас богатство неизмеримое тем более но все здесь лежит давай-ка я сравниваю просто смотреть как павел ничего не мог дать больше он встал ушел и они переглядывались еще запомнил а ты вот это а ты ты это в одном месте мы были в алтайском крае здесь но и бабушки говорят а у нас тут тоже до вас были и что ну какие-то давали маленькие такие книжечки а батюшка узнал и сказал причащать не буду принесите и батюшка во дворе все сжег ногти а бабушка одна стоит видеть что мы ее не пристали а я спрятала и не отдала она принесла оказывается совет церкви евангельских христиан баптистов настолько хорошая проповеди там кажется марстенковского других когда стали считать да вы да что же он надел батюшка да как же так сожгли оно напечатано так красочно все ну а да баптиста руби под корень нет я как-то сказал зайдем на голубу мой брат когда они поют это стоит всех наших аккафистов пойдем перед ним зайдем на голубу мой брат посмотрим как нашей греховности я тяжелых страданий христа искомил как дорого нам спасение купил пойдем перед ним и всем куплетом закажется пойдем перед ним ну знаете зайдем на голубу мой брат вот где мы узнаем христа дальше поставлены апостолами и присвятерами в иерусалиме и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом так ну и дальше пройдя же через фригию и галатийскую страну видите сколько перечислять страну конечно он павел не на наших машинах шел тысячи километров в день мы успевали два часа у нас поднимались мы два часа уже машина трогалась до больших городов дойти что там самое большее что мог иметь это осленка приобрести на осле возить это ну а что там было то кто за не может пути ну ничего нельзя добавить у нас неизвестно это они не были допущены духом святым проповедовать слову васи вот я на этом хотел остановиться он идет намечено куда-то мы идем туда-то завтра завтра мы туда такая страна там есть куда вы сейчас идете ну мы идем к киргизию там другой верой люди мы должны сказать а там уже ждут сразу голову отрубают а им было очень тяжело мы по что было что попрепятствовали визу закрыли у меня открывается великобритания не закончен разговор то ну тормозят и все когда мы были у игумена отца кирилла сахарова я говорю надо пойти в посольство английское да там кто примет а молиться будем и он это все написал свои книги воспоминания то ну госпожи не одни мы людям вы стойте молитесь а мы идем и вдруг их там представитель страны выходят с нами я ему дарю книги еще тут такие где-то посчитать я говорю почему меня не допускают ну нашли оформление где-то что-то не так что не так ну число которое вроде бы не так он даже не знает где-то ну какое имеется число когда кто меня зовет он подписку дает 6 я заболею за мой счет будут решить кормить будут этот такой порядок не просто пригласил где-то но и паспорт вернули а я уже не стал ждать у нас сколько две недели мы должны против всех государств и вернуться через границу иначе мне там особые вопросы как говорят проблемы я не люблю это слово занимать заменяю нерешенный вопрос а это проблем она ничего не значит и вот здесь нас не пустили да и хорошо не пустили мы в швеции потерпели аварию какая-то шестеренка подает горючее и она лопнула да тут было недалеко от швеции нас через балтийское море перевезли я теперь знаю столько на выход от эвакуатор когда берут ровно сто раз дороже чем своим ходом да ладно у нас были доллары иначе бы с нами разговаривали а теперь сказали дали своим знать они из калининграда за нами эвакуатор все это бесплатно и дальше а дальше уже приехали где нижний новгород там с нами и рассказывать нельзя и начальство и главный инженер все расположены где-то мы говорим о боге а это реклама где мы были а виноваты не наш там шестеренка была с ульяновска это не наша беда была я говорю о том что бог как делает все расположились вот интересно мы зашли а там заняну машина то пускает на всю страну и видимо за границу ведут и мы стоим там говорим нам нужно главного кто там инженер вот что-то посмотреть на то сломалось нам сказать выйти наружу тут сиди деревьев побудьте тут народ утром идут и вы просто задерживаете ли мы помолились осмотрим кого мы хотели они стоят рядом с нами рядом как они подошли а мы молились они смотрели так открыли уже рядом стоят видимо сказали что мы ждем и дали нам такой обиход дали и накормили и машину выправили ни копейки не взяли нигде а им реклама тоже какого-то корреспондента привезли я рассказываю что когда считай дальше как двигаться какие страны дух не допустил я все считаю про всех как не допустил что за этим стоит надо как-то внимательно слушать или голос был как серапию мусоровскому нет не знаю ничего но смотри я павел не остановил не допустил давайте по домам ребята нет что дальше дойдя на миссии предприняли идти в эфинию но дух не допустил их в другое место повернем но дух не просто так как препятствие но именно дух меня не допустили там допустим масонская организация но тут то что было павел утру дали было луки это лука пишет пару слов что у меня то сориентировался не как я стал искать где здесь мы молимся я утром встаю мы дороге когда ехали я говорю мы туда не поедем почему не знаю ну так мы же наметили туда идти туда не поедем мы повернем сюда и поговорим о францию а во франции один из наших то был нашел живу и теперь там живет господь как делает а дальше пришел там священник там уже встретили нас как надо миновав же миссию сошли не в траду и было ночью видение павла павлу предстал некий муж македенанин прося его и говоря приди македонию и помоги нам пальца песня такая слышу македонский крик дайте свет дайте свет появился во сне он определил на все значит что-то показал или по одеянию или по цвету кожи и павел встал и сразу сказал а вот видеть на ты вас не все увидишь думаешь об этом нет так ребята поворачиваем туда и дальше что это будет я хочу проследить так ли мы делаем у у нас полностью не совпадало после всего видения тотчас мы положили отправиться македонию заключая что призывал нас господь благоествовать там и так отправившись рады мы прямо прибыли симафракию а на другой день неаполь оттуда же филиппы это первый город в части македонии колонии и да дальше как было просчитайте 16 главу море что будет какой шторм и главное сколько там было людей везли заключенных и сопровождающих военные решили убить всех чтобы они не убежали но павел сказал то то и сразу замолкла и всех он спас этих заключенных и дальше как будет развиваться события это прочитаете вот божий путь как он дальше я что так буду никогда вот у меня физика стоит в отчисатель сделала пятерка я любил это дело русский язык тройка у меня временами было тогда то услышу то не услышу тройка а повысилась физика тебе не нужно а русским языком займется господь и вот милостью божией мы сегодня коснулись темы путь куда идти или видение или откровение сегодня намного легче это почему мы распространяем слово боже восьмидесятые годы я насчитал примерно на пленке 50 томов книг и они сохранены сейчас златоу 12 того жития 12 добротолюбия 5 григорий диченко 4 библия архипелагу лак еще решеткой говорится постучал вот милостью божией можно сейчас включить дорога ехать и слушать но это вот у нас еще сейчас принесли у нас есть эти кассеты кого если хочется зайдите нам принесли все на бывает люди которые куда-то бросят а здесь все по-хорошему и мы не продаем отдаем так а теперь книги теперь интернет вот мы сейчас говорим только чтобы узнали что это не просто треножник стоит это идет очень далеко 5 континентов одновременно сейчас он называется онлайн одновременно ты говоришь я не слышать я щит прихожу домой вижу ролик уже стоит я пока в администрацию отнесут пока там поставят это же самое ну маленько тут разница будет потому что с другой стороны я очень благодарен что вы слышали и знаете что эта тема это потребуется можете я перейду на другую но я ее продлю а о чем-то будете говорить конкретно до конца чтобы мы знали ждут нас где-то или нет такая тема будет богу нашему слава в веке веков аминь аминь